В этом году на обновление и реорганизацию учебных заведений Ленинского района было выделено около 30 миллиардов рублей из бюджета. Помимо государственных вложений, посильную помощь при подготовке школ к новому учебному году оказали также родители, спонсоры и подшефтные организации, закрепленные за тем или иным учебным заведением. Эти средства были направлены на коренные преобразования, которые коснулись многих школ района. Каждый год он идет по своему сценарию. В этом году у нас были направлены основные средства на реконструкцию девятой школы, столовой, куда направлено более трех миллиардов рублей. Заменено очень много в день бережливости оконных блоков на энергосберегающие с коэффициентом сопротивления теплоизоляции единицы. Мы сегодня имеем 50% замену окон. Еще два года и мы полностью закроем данную тему по окнам во всем Ленинском районе. По словам Юрия Багутского, все учреждения образования, а их в Ленинском районе 46, добросовестно отнеслись к подготовке к новому учебному году. Средняя школа номер 20 яркий тому пример. В кабинетах проведен косметический ремонт, обновлены классы компьютерной техники, модернизирована спортивная площадка. Благодаря шефству открытого акционерного общества «Брестгазоаппарат» в школе появился новый информационный центр, интерактивная доска, а в кабинете трудового обслуживания установлена новая плита. Почетное место в списке оказывающих помощь учебному заведению занимают родители. Если говорить о родителях, которые помогают готовить школу к началу учебного года, то у нас хорошая традиция. На линейке 31 августа мы будем называть имена родителей, и это более 20 человек. Это и спонсоры родителей, это и родители с золотыми руками, которые приходят в кабинеты и делают кабинеты красивыми, уютными, комфортными для детей. Мы сейчас прошли и мы видели, как трепетно относятся к этой школе ученики, учителя, шефы, родители к этому заведению. Нужно сказать, что у нас это не только в 20-й школе, у нас во всем районе к школе отношение трепетное, потому что школа – это начало-начал. Как пройдешь в школу, так и пойдешь в дальнейшем по жизни. Настоящей жемчужиной своей школы Ирина Никифоровец считает создание музея имени Дмитрия Карбышева, героя Советского Союза, который принимал участие в строительстве оборонительных фортов Брестской крепости. Приказом управления образования областного исполнительного комитета этот музей был передан школе из 26-го профессионально-технического училища города Бреста имени Дмитрия Карбышева в связи с его реорганизацией. Теперь ближе познакомиться с историей жизни Карбышева, героя человека, сможет каждый ученик школы. Нам оказана честь, потому что школа находится на улице Карбышева, потому что в свое время, четверть века назад, пионерская дружина школы носила имя Дмитрия Михайловича Карбышева, и потому что мы воспитываем подрастающее поколение. Патриотизм очень. Мы говорим, нельзя быть Иванами, родства непомнящими, нельзя жить в городе и не знать о людях, которые оставили большой след в этом городе, в частности, как Дмитрий Михайлович Карбышев в Брестской крепости, когда его служба проходила в Брест-Литовске. Судя по состоянию школы сегодня, можно с уверенностью сказать, что через два года свой 50-летний юбилей одно из лучших учебных заведений города в сети достойно. Надо сказать, что все учреждения образования Ленинского района максимально эффективно задействовали ресурсы, выделенные на преобразование и реконструкцию. Поэтому родители могут быть уверены, все условия для плодотворной учебы детей созданы. Продолжение следует...